Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня бы мне хотелось пообщаться с вами на тему, которая осознанно, неосознанно, случайно или запрограммирована, но она актуальна в нашей жизни, это тема развода. Если это не случилось с вами, замечательно, это случается с очень многими людьми и это огромная психологическая серьезная травма в том случае, если действительно это не какой-то шаг, который принят спокойно, легко и, так сказать, более, ну, например, есть фиктивные браки другого типа. Если прозвучало слово «развод», это означает, что все-таки происходит какое-то крушение надежды, мечты, планов, это когда приходится, возможно, заново учиться жить, учиться по-новому. На самом деле ничего страшного в этом нет. Если по сути, коротко, то просто два разных человека живут рядом и в какой-то момент они больше не могут обмануть друг друга, не могут влюбленность, даже чувства, тем хуже, если нет чувства, не может заменить отсутствие общности, интересов. Если рядом с нами не единомышленник, если рядом с нами человек, который нас не понимает, который нас морально не поддерживает, то никакие материальные возможности не смогут нас удержать на долгое время вместе. Конечно, мы часто обманываем себя, мы говорим, что живем ради детей, что мы живем ради там, куда податься, что уйти из собственной квартиры, или другие варианты. Но на самом деле, если бы мы хотели больше любить себя, если бы мы умели быть более свободными, если бы мы умели сильно хотеть быть счастливыми и стремиться к этому, то в таком случае мы бы осознавали, что любая нами осознанно закрытая дверь открывает абсолютно новую дверь, новую жизнь, где, может быть, будут реализовываться наши мечты, наш план, наши чайны. Ведь если вы садите, сажаете помидоры на какой-то местности, или огурцы, или еще что-то, и это упрямо не растет много лет, зачем продолжать это делать? Зачем? Не проще ли либо поменять, сажать что-то другое, но в таком случае нужно с этим же человеком уметь договариваться и четко разграничить? Вот смотри, это моя часть, мое интимное пространство. Я хочу от тебя этого и этого и этого, чтобы у меня гармонично было пространство. Либо же в таком случае просто уйти и свои же любимые помидоры, огурцы и так далее сажать в другом месте. Мне бы хотелось вам пожелать отличного урожая в новой жизни. И помните, если вам сейчас плохо, если вам сейчас больно, если вы считаете, что любимый человек вас предал или нелюбимый вас предал, и вы попытаетесь вытащить себя изнутри, поставить рядом и в качестве наблюдателя подумать, а действительно ли мне это надо, действительно ли этот человек хотел меня оскорбить. Возможно, он просто защищал себя. Он разве виноват в том, что мы разные? Или мы смотрим не в одну сторону? Или мы разные настолько, что мы просто не находим ни одной точки соприкосновения? Возможно, тот же человек, он просто по-другому, особенно мужчины, они совершенно по-другому реагируют на все. И у них, возможно, нет этих слов, нет этих эмоций. Возможно, это все внутри находится. Но человек так же растерян. Мужчины, как и женщины, такие же есть и слабые, и сильные, разные. Но все одинаковые. Просто почему-то считается, что мужчины сильнее, женщины терпеливее. И ничего подобного. Мы все одинаковые, по сути. Другой вопрос, что мы не вправе требовать от другого человека того, что мы сами не можем дать. Если мы не можем дать понимание, по большому счету, если мы сами не можем найти путь, если мы сами не можем сказать первыми что-то, то почему мы ожидаем этого? Откуда? Наше ожидание разбивается. Вот сегодня я хочу, например, что мне подарили букет цветов. И что, если мне не подарят? Откуда этот другой человек знает, что он мне должен подарить? Потому что, видите, с утра у меня с понедельника такая мысль. Пока я ему не скажу, не намекну. И даже если он мне не купит, это не означает, что он не оправдает мои ожидания. Но он мне не обязан это делать. В конце концов, я же не встаю с утра и не иду покупать букет цветов, потому что, видите ли, я могу подумать, что он это должен сделать. В таком случае, когда мы говорим о разводе, мы говорим о том, что есть один хороший путь, очень хороший путь. Первый купить букет цветов и сказать, большое спасибо, что ты в моей жизни был, ты меня чему-то научил, 100%. Теперь я буду знать, что если я увижу, что человек имеет те качества, которые мне не нравятся, я просто с ним не буду создавать семью. Если и пару не буду создавать, без разницы. Сейчас штамп, не штамп, самое главное, это человеческие отношения. Если я увижу, что он пьет, мне это не нравится, значит, я не буду выбирать такого человека. Я просто, мы же осознанно выбираем то, что нам нужно. Если вы хотели почувствовать себя жертвой, если вы посчитали, что ваша участь страдалец вас устраивает, тогда какие проблемы? Вы можете и дальше выбирать таких же экземпляров, страдать, мучиться, жаловаться, и тем самым привлекать внимание общества, родственников, друзей. Постоянно вы будете в такой позиции, что ой, как мне себя жаль, и вы мне тоже все пожалеете. А может, проще я встать и сказать, сегодня я начинаю новую жизнь, я хочу быть счастливым человеком. Да, у меня в жизни есть развод, а это означает, что у меня есть прекрасная возможность полюбить себя, походить в фитнес, пойти в салон красоты, побаловать себя сыром с плесенью, сделать все, что угодно, потому что отныне я принадлежу себе. А завтра? Вполне возможно, завтра, может, послезавтра. Когда-нибудь обязательно, точно, вам встретится тот человек, с которым вам вообще не придется даже ни на полсекунды отвлекаться от других дел. Вы будете заняты друг другом, и уж поверьте, ваш букет цветов обязательно вас будет ждать именно в то место, в то время, когда вы его будете ожидать, потому что чувствовать сердцем – это участь всех любящих и счастливых людей. Забудьте, забудьте ваши проблемы и невзгоды. Подумайте о том, что завтрашний день нам принесет только лучшее. Если бы мы знали всю информацию, а разве Бог нам дает всю информацию? Если бы мы знали, что с нами произойдет завтра, то разве мы бы так огорчались сегодня? Но жизнь с теми прекрасна, что нужно уметь учиться на своих ошибках, получать их, и как должны получать результаты эти, и завтра по новой что-то чувствовать, эмоционировать, фонтанировать эмоциями, и быть уверенными, что завтрашний день нам принесет только лучшее. Поверьте, я точно знаю, только лучшее. Другого не дано. До свидания. Продолжение следует...